Добрый день! Какое-то время назад я рассказывал про кубоид 4х4 на 3 от компании AI И у меня выдалось настроение пособирать большие кубоиды и я решил записать свой опыт вращения в виде обзора Это не полноценный анбоксинг, так как коробочки от 4х4х5 у меня нет, а именно его мы будем сегодня рассматривать Но я подозреваю, что она чем-то похожа на коробочку от 4х4х3, которую я уже показывал Вот так она выглядит И остановиться на этом, наверное, долго не будем Есть на базе 4х4 кубоиды трехслойные, четырех и шестислойные Но если 4х4х4, то обычная четверка Также есть 5х5х4, а это уже на базе 5х5 укороченный Из всех вот этих головоломок 4х4х5 крутится хуже всех Возможно, мне так повезло Возможно, тому виной то, что некоторые детальки здесь полые внутри Если это видно сейчас, там вон пустота И временами вращается хорошо, а временами вот так вот застревает Ну, если, может быть, сделать сборок в 100-200, это пропадет А может и развалится Кто знает Но глонка очень старая, точной даты выпуска я не знаю Но подозреваю, что год 12, 13, 14, где-то там Кто знает точно, напишите в комментариях Кубоид не меняет свою форму при перемешивании Здесь нет этапа ориентации элементов Так что с какой-то стороны он даже проще других Но из-за отсутствия этого этапа какие-то вещи здесь сложнее На том же 4х4х6 можно собрать все центры и все парные ребра, как в обычной четверке Здесь же так особо не получится Перемешиваем Здесь никаких особых знаний не нужно Просто вращаем все слои в разные стороны Как угодно То есть если на 3х3 подобных Сначала нужно перемешать крайние слои Чтобы при перемешании вот таком Повороты эти не блокировались Иначе будет все неперемешанным То здесь без разницы, этапа ориентации нет Вращаем как угодно Так вот Гремит, кряхтит Движение надо немного, чтобы перемешать В принципе уже, наверное, достаточно Как-то вот так Вот перемешанные кубой 4х4х5 И сборку мы начнем с центров Причем собирать я буду центры белый-желтый Но не по похожим принципам, как в обычной четверке соберутся Неважно где белый, собирать где желтый Из белой полоска есть Вот эти вот тоже в полоску соберем Двойными движениями Собрали белый центр, значит желтый тоже собрался Центр из 4х элементов, как на 4х4 Также нехитрым образом собираются боковые центры Но они у нас будут из двух элементов Понимаем, что вот при таком повороте Вот здесь вот разрез идет посередине элемента Как раз вот этот элемент будет центром Но так вращать невозможно Оранжевый центр из двух элементов собран Здесь синий-зеленый нет Красный собран Ну понятно, что если собран один центр То будет собран и противоположный Промежуточных значений тут нет Нельзя элемент отсюда перенести на смежную грань Только на противоположную Поэтому, чтобы собрать синий и зеленый Нам достаточно собрать какой-то один из них Главное не перепутать последовательность цветов Белый, красный, здесь должен быть зеленый Значит мы вот этот синий отсюда отправляем туда Меняем на зеленый И возвращаем Вот так вот нехитро собрались все центры Далее, как уже это было в кубоидах 3х3х5 и прочих Мы собираем вот этот средний слой Таким же образом Нехитро То есть между красным и зеленым А, ну тут даже это проще будет Так как мы не можем Такие вот движения делать Какие-то Здесь все интуитивней Сейчас стоит прям совсем все криво Вот у нас один элемент совпал Управили его на свое место Дальше Вот это сначала туда поставим И все То есть интуитивно, чуть-чуть покрутив Мы понимаем, как это работает Соберем, наверное, все ребра Хотя, наверное, ребра можно было собрать и раньше Я сейчас зря собрал средний слой Сначала надо было собрать вот эти ребра Давайте этим мы займемся То есть боковые ребра Это у нас вот этот один элемент Будем считать А верхний, нижний Белый, желтый Вот эти надо пособирать Ну, если сохраниться у нас Короче, давайте считать, что Средний слой мы не собирали Как собрать вот эти ребра? Нужно найти для начала два одинаковых Белый, зеленый Белый, зеленый Потом их нужно расположить по диагонали То есть если одно ребро здесь То другое вот здесь На таких вот местах Для чего? Чтобы вот таким вот поворотом Они объединялись Как только мы их объединили Мы должны заменить это ребро На несобранное К примеру, вот такое Поставить на место И отменить первое движение Ну, видимо, средний слой уже разрушился Собирать его не было никакого смысла И так продолжаем Пока все восемь двойных ребер не соберутся Зелено-желтые Зелено-желтые Ставим по диагонали Одно здесь Одно здесь Двойным движением Соединяем И отводим в сторону Заменяем на несобранное И возвращаем все на место Так Важный момент Когда часть ребер у вас уже собрана Это следить, чтобы Вот здесь было не собранное На которое мы будем менять Сейчас такого нет Надо его подготовить Поставил справа Дальше Вот у нас еще Желто-оранжевый И вот желто-оранжевый Этот отправляем сюда вниз И по идее Сейчас за одну комбинацию У нас должно все собраться Проверяем Объединили Вот этот элемент Который у нас стоял снизу Поднялся просто Его вниз пока отправлю Сюда подводим И на него Заменяем И сейчас Вот этот элемент Должен будет Тоже собраться Да А здесь Невозможно Такой ситуации Что будет Два ребра Несобранных На 4 на 4 на 6 Такая ситуация Возможно Но там можно сделать Обычный флип С 4 на 4 И все соберется Здесь же Только Три циклами Собираем пару ребер Из двух И заменяем на третьи То есть в каждой комбинации Участвуют три ребра И может собраться одно А могут собраться Все три Ну вот у нас Этап ребер позади А Кстати центр у нас Сам по себе Восстановился Давайте Я его слегка перемешаю Чтобы не терять Логику Вот допустим У нас такой Перемешанный центр Собираем Все что можем Ну Вроде собрался Средний слой Дальше Собираем Как на обычных 3 на 3 кубоидах Белый крест Для этого Сначала смотрим Если здесь Такие центральные Парные элементы Не оставляем их Сверху Если находим их снизу Как здесь То поднимаем Наверх Видим здесь Бело-синее Двойное ребро С таким Центральным элементом Надо его поставить Вот сюда Опускаем Подводим Поднимаем Средний слой Цел Ребро на месте Движемся дальше Вот здесь Красные есть Что есть еще Хорошего Нет ничего Хорошего Снизу Сначала Зеленое Соберем Ну У зеленого центра Какой-то зеленый элемент Уже есть Давайте его оставим То есть на этом этапе Я делаю так Чтобы здесь Как можно больше Было нужных элементов Если нет двойного зеленого центра Такого Стояло Просто сюда Вот это Добавили Ну и что у нас Красное У красного Есть Полноценное Ребро Такое Центральное Так Так Крест Собран Далее Собираем Вот эти вот Угловые элементы Я вот эти элементы Иногда называю Центрами Иногда Ребрами В зависимости От того Какую роль Они сейчас Играют Но по сути Это Центральные Элементы Которые вместе Составляют одно Ребро Внутреннего слоя Ну Терминология Может быть разной Смысл Один и тот же Собираем уголки То есть Углы Я считаю Что вот уголок И вот уголок Внутреннего слоя Он двухцветный Так Синий Оранжевый Так Здесь угол Занят Вот Два Элемента Белый Красно-зеленый И красно-зеленый Располагаем Что вот эти цвета Совпадали А вот эти нет И алгоритм Переставим их Вот сюда R2 Клинит Надо сделать Уштрих Очень надо Уштрих L2 U R2 Уштрих L2 U Зависимо С того Как клинит Я делаю Левые движения Либо в одну Либо в другую сторону Но в какую сторону Делать Не важно Куда удобнее Дальше Здесь у нас Вот такой Элемент Но у него Нет Уголка Так Красно-синий Вроде цвета Те же Но не в том Порядке Не хорошо Давайте Вот этот Наверное Поставим Вот сюда Один элемент Станет на место А желтый Станет просто Куда-нибудь Его положение Сейчас пока Не важно Тем же Логоритмом Так Вот элемент На место Встал Дальше У нас Должен был Извлечься Синий Оранжевый И к нему Есть Уголок Такой Вот Ставим Вот сюда Так Хорошо Что у нас Остается Синий Красный Он должен Наверное Собраться Вот Два Синий Красных Элемента Отправляем Их Вот сюда Так Ну и остается Сюда Белый Зеленый Оранжевый Поместить Одним слоем Уже вращаем Так Это все Что можно было Собрать Пока с белой стороны На самом деле Вот это Можно тоже Здесь Дособрать Но я Предпочитаю Делать это На последнем Этапе Дальше Собираем Углы С желтой Стороны Мы Видим Что Все Плохо Вот Глаза Должны быть Из углов Они есть Только на верхнем Слое А здесь Синий Зеленый Оранжевый Красный Зеленый Синий Красный Оранжевый То есть Это говорит о том Что нам Т первым Придется делать Дважды Для этого Слоя Поэтому Чтобы На верхнем Слое Углы не Собрались Мы эти глаза Ставим перед Собой А не слева Как они должны Быть Перед Выполнением Делаем Т первым Для двух Слоев Второй слой Неважно Как А верхним Глазами К нам Чтобы не Собрался Р2 У Р2 У Штрих Р2 У Штрих Д Снизу Ставим Двумя Своими Р2 У Штрих Р2 У Р2 Доворачиваем Нижний Свой Смотрим Что Получилось Сверху Появились Глаза На втором Слове И Вот у нас Есть Глаза На первом Осталось Повернуть Вот Тут глаза И тут глаза Теперь мы На каждом Слое Располагаем Глаза Слева И выполняем Тот же Самый Алгоритм Еще раз Р2 У Р2 У Штрих Р2 У Штрих Д Р2 У Штрих Р2 У Р2 Д Штрих И снизу Собираем Как надо Так Что мы Видим Мы Видим Что На верхнем Слове У Нас Паритет Два Ребра Нужно Переставить Здесь Алгоритм Паритета Из 4 На 4 Не Работает Поэтому Нужно Использовать Другой К примеру Здесь Работает Алгоритм Из Кубка 4 На 4 Который Вместо Основного Используют Некоторые Спидкуберы Я С недавних Пора Тоже Стал Его Применять И На обычной Четверке Он Выглядит Вот Так Давайте Желтым Вверх Возьмем Р РВ2 Ф2 У2 РВ2 Р2 У2 Ф2 РВ2 Также Переставляет Два Противоположных Ребра Обычный Алгоритм Для начинающих Я показывал Вот такой Вот Мне он Начал Казаться Сильно Медленным Фингертриксы У меня Какие-то К нему Не очень Удачные Поэтому Вот такой Стал Чаще Применять И На удивление Он Работает Здесь Если Мы Здесь Применим Основной То У нас Ломаются Вот эти Центральные Элементы А если Вот этот То Все Будет Хорошо Давайте Попробуем Вот У нас Два Ребра Нужно Переставить Но Переставим Мы Два Вот Этих И Обратите Внимание Сейчас Красная И синяя Полоска Собраны Да А здесь И здесь Не собрано Ну а что Здесь накрутило Тут раньше Зеленый элемент Не обращайте Внимание Сейчас Вот Вот эти Две Собраны Применяем Алгоритм RV2 F2 U2 Вращаем Правый Внутренний Слой RV2 R2 После Чего Делаем Опять Движение U2 F2 R2 Мы видим Что Синяя полоска Сломалась Красная Цела А здесь Вроде Ничего не поменялось Ну то есть Вот это как-то Задействуется Но что Случилось Сверху Сверху У нас Получился Обычный Uperm И это Хорошо Значит Паритет Мы решили Решаем Uperm И останутся Только Вот эти Внутренние Элементы Uperm Здесь Обратный Тот Который Почется В стрелке F2 D R2 D' M2 D R2 D' M2 F2 И вот Что у нас Получилось Собрано Все Кроме Второго И Получается Четвертого Слоя Ну Второй Сверху Второй Снизу Посмотрим Внимательно Вот этот Элемент Если поставить Сюда Будет Хорошо А мы Можем Также И первому Три элемента Переставлять Левый По левым Местам Правый По правым Местам Если Вот этот Зеленый Станет Сюда Соберется Зеленая Сторона Оранжевый Станет Сюда Соберется Здесь Оранжевая И вот этот Красный Встанет Сюда Тоже Красное Соберется Если нам Нужно Переставить Левый Элемент Нам Нужно Будет Вращать Правый Внутренний Слой А так Алгоритмы Те же Самые Делаем Прямой Юперм F2 Правый Внутренний D Правая Грань D' Правый Внутренний D Отменяем F2 Так И у нас Здесь осталось Два Либинг Которые Нужно Собрать Мы При помощи Сетап Молвов Можем Задействовать Элементы Отсюда Если нам Будет Неудобно Можем Просто Перевернуть Кубовит И собирать То что Найдем Тут Так Если Вот этот Зеленый Мы поставим Сюда Будет Хорошо Так Так Если Вот этот Синий Поставим Сюда Будет Без Разницы Кажется Что Мы Сейчас Вот этот Синий Не сломаем Но Мы На Его Место На Левое Это Оранжевый Поставим Если Мы Поставим Сюда Оранжевый У нас Соберется Вот эта Полоска Которую Можно Будет Целиком Потом Переставить Так А Это Я Неправильно Сказал Если Мы Вот Это Оранжевый Поставим Вот Сюда То Ничего Не Изменится Поэтому Лучше Сделать Вот Так Сетап Мув И Оранжевый Соберет Вот Здесь Оранжевую Полоску Зеленый Встанет Сюда Что Соберет Да Он Направо Встанет А Красный Встанет На Место Оранжевого Ну Хотя Б Одна Полосочка У нас Соберется Что Уже Неплохо Давайте Сделаем Ю Первым Для Правой Стороны То Будем Вращать Левый Внутренний Слой Можно И Больше Просчитывать Больше Делать Сетап Мув Один Элемент Становится На Место Уже Неплохо Вращение Здесь Такое Посредственное Поэтому Лучше Не рисковать Не отменяем Что В итоге Вот Здесь Элемент Став На Свое Место Так Если Нам Нужно Переставить Два Элемента Здесь Все Собрано То Мы Можем Стандартным Юпермум Все Это Сделать А точнее Даже Базовым Паритетом Смежных Сторон На самом деле Он псевдо Паритет Ну как Выглядит Вот эти Два Можем Поменять Таким Образом Сдвигаем Их И По сути Мы Поднимаем Сюда Оранжевый Который Встанет На Вот это Место Соберет Зеленый Придет Сюда Соберет Оранжевый Вернется Сюда Не поменяет Но Вначале Алгоритма У нас Это Движение Делается Все равно Так что Оно Как бы Отменяется Поэтому Если Все Вернуть На место Алгоритм Будет Выглядеть Вот так Сдвигаем И Делаем Юперм Для Какого Левого Элемента То есть Вращать Будем Правый Внутренний Слой Так Выравниваем Все Что Есть Ну В итоге Получаем Похожую Ситуацию С Синим Красным Элементом Поставим Вот Так То Будет То Самое Но Для Правых Элементов Поэтому Сдвигаем И Выполняем Юперм Для Правых Элементов А значит Вращаем Слева Так А я сейчас Не ошибся Случаем Наверное Вот сюда Все Чуть Было Не ошибся Так Ну Когда Вот так Вот Легко Забыть Какой Ход То Что Сделал Ну Я Вроде Вспомнил В той Мере Просчитал Как Она Должна Быть Ну В итоге В любом Случае Кубоид Собран Принцип Сборки Я Показал Вращение Конечно Могло Быть И Получше Но Альтернативы Пропорциональному Такому Симметричному Кубоиду Пока Нет Сделал 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 Нибудь Было Было Хорошо Пока Радуемся Тому Что Есть Для Коллекционеров Для Любителей Конечно Это Вызовет Интерес Так Как Алгоритм Для Пилы Паритета Здесь Не Самый Очевидный Тот Который Я Сейчас Использовал Его В основном Только Применяют Спидкуберы Есть Другой Для Пилы Паритета Вот Это Решим Вылить Как R2 Внутреннее O2 R O2 R2 O2 И повторить Нужно Но Проблема В том Что Здесь Движение На 90 градусов Сделать Нельзя И Алгоритм Не Работает Поэтому Вот Этот Спидкубер И Пригодился Рекомендую Тем Кому Это Интересно Найти Не так Просто Но Думаю Что Все Еще Реально Доломка Интересная А на Это У меня Все Всем Спасибо Всем Пока